Итак, следующая точка развития стартапа – это рыночная ниша и подниша. У нас была большая дискуссия по поводу того, что это такое, с чем это едят. И именно вот такая вот большая дискуссия, каждый раз, я думаю, она будет вызываться в момент этой точки. И это означает, что все правильно. Если у вас идет дискуссия вокруг прохождения этой точки, все правильно, все нормально. Итак, давайте попробуем разлепить, что такое рыночная ниша или подниша. Классические определения. Рыночная ниша – это группа покупателей, обладающих схожими характеристиками. А подниша – это единица клиентского спроса в этой нише. Соответственно, пример. Строительство – это ниша, строительство ангаров – это подниша. Строительство ангаров – это может быть ниша, и строительство ангаров для самолетов – это может быть подниша. С одной стороны, я называю продукт, с другой стороны, мы определили, что ниша и подниша – это группа покупателей. То есть можно сказать, что строительство – это те покупатели, строительство – это ниша, соответственно, те покупатели, которым нужно строительство. То есть мы подразумеваем людей, которым это надо. Зачем нужно определение ниши и подниши? Для того, чтобы разлепить у себя что-то в голове, и для того, чтобы понять, где я сейчас нахожусь на рынке. Где мои координаты на рынке вообще? Это точка, это название ваших координат, где я. И от того, насколько вы выберете нишу или поднишу, или поднишу, 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 будет зачастую зависеть то, насколько вы будете успешны. Общий принцип простой. Дифференцируйся или умри, сказал Джек Траут. Что он подразумевал? Что мы выбираем поднишу такую единицу клиентского спроса, в которой настолько хорошо начинаем удовлетворять именно этот спрос, что все остальные его просто так хорошо сделать не могут. И нам надо выбрать свою поднишу. И общая тенденция, заметьте, общая тенденция рынка, она вообще, она все время идет, мы специализируемся, все точнее, 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 точнее. Как вы думаете, кто оказывает услугу лучше? Тот, кто производит, тот, кто оказывает бухгалтерию для всех? Или оказывает бухгалтерию для общепита? Если у меня столовая и мне нужна бухгалтерия, как вы думаете, кто мне лучше окажет бухгалтерские услуги? Тот, кто оказывает бухгалтерские услуги всем, или тот, кто специализируется на бухгалтерских услугах общепита? Специализированный, конечно, он знает нюансы, он глубже в теме. Поэтому я пойду туда, я пойду туда, где больше специализации, больше, выше качества. Соответственно, есть общераспространенное мнение, общераспространенная ошибка наших уважаемых капитанов. Мы думаем, что чем больше мы продаем, тем больше мы заработаем. Ни хрена! Почему? В смысле, не получится. Почему? Потому что есть еще конкуренты. И для того, чтобы покупатель у вас купил, он купит лучшее, всегда лучшее, где гарантия того, что вы это предложите лучше, чем все остальные. Вам нужно предложить лучше, чем все остальные, тогда купят у вас. Вы сможете предложить лучше, чем все остальные, если вы фокусируетесь на чем-то одном, а не предлагаете все подряд. Итак, данная точка является пройденной, если вы для себя разлепили или поняли, что является вашей нишей или надсистемой, из которой вы пришли. И что является вашей поднишей, то есть непосредственно вашим бизнесом. Вопросы. И не надо спрашивать меня про товарную линейку. Потому что она ниже. А товарная линейка – это то, что мы продаем в нашем бизнесе. Или наш прайс. Так что я вам покажу. Продолжение следует...